В отношении деления людей на четыре позиции, в которых присутствует позиция муза, мужчина это иногда называют авантюрист, как бы вы прокомментировали такую идею, что говорят о музах, что муза, ну что ли, первый уровень такого совершенствования муза заключается в том, что она должна начать говорить, что за некое свое проявление музы она не несет ответственности, ей нужно другим людям, когда она вдохновляет других людей, когда она даже вдохновляет себя саму или еще что-то, ей нужно все время удерживать некую мысль, что я не несу за это ответственность. Не несу ответственность за факт передачи вдохновения? Не за факт передачи, за результат и за саму идею, что эта идея, которая передается, передается, что сама по себе эта идея не нужно к ней привязываться, что эта идея может быть ложной, не нужно слишком сильно, что в том, когда муза вдохновляет кого-то или себя, очень важен этот процесс вдохновления, но в каком-то смысле не важно то дело, которое делается. Согласен. И если будет слишком сильная фиксация у человека на то, что ах, муза меня вдохновила, значит вот это дело, которое она мне подсказала, что нужно мне делать, и вот как она сказала, если я это дело буду делать, и вдруг это дело не получится, а у него возникнет, может возникнет некая ложная уверенность, что он уже стопроцентно нашел то, что нужно делать, и вот он теперь стопроцентно. И вот к этому вот существует вот эта вот поговорка, что типа вот эти вот женщины-музы говорят, что вот за то, что на музею ответственности не несут в этом. И что вот это некая вот эта первая ступень совершенства муза, в которой муза осознает себя и свою ответственность за воздействие на других, за воздействие на себя. И есть следующая ступень, когда муза на первой ступени не несет вот эту вот ответственность, ну или она просто говорит себе все время, обращает свое внимание и других внимание, что эту ответственность не несет. На втором уровне муза должна взять ответственность. И тогда при вот этой первой позиции, ну что ли, нефиксации вот к этому конкретному результату и к какой-то конкретному действию, что это не так важно, и вот это вот… Третья позиция какая-то? Третья позиция неизвестна, потому что на второй, ну может быть кому-то известно, вот просто как ты видишь, вот почему так происходит, и вот почему вот это сначала неприятие ответственности, ну или некое вот внутрь себе творение, а потом настоящее принятие ответственности. За это свое действие, оно вот и приводит, в результате может привести к этому, ну что ли, к настоящему желаемому результату. Ну нечестно, потому что должна быть третья. Ну может быть она и есть. Ну вот как бы что тот, кто об этом говорил, то есть я думаю, что имеет смысл говорить об этих трех позициях, потому что… Потому что иначе нет перспективы, перспективы выхода за пределы. Потому что понятно, что мы имеем дело с некой отработкой и совершенствованием себя в качестве, да, вот этого некого профессионала в жизни. Пускай это будет муза или хозяйка, или воин, мы все как-то этот в себе архетип отрабатываем. И сначала получается, что муза отрабатывает вообще, когда она еще не несет ответственности, да, когда она говорит, что она не несет ответственности, то она отрабатывает саму работу с этой энергией вдохновения, этой передачей вдохновения. Да, но тогда получается, что когда она говорит, я не несу ответственности, это не первая, это уже вторая позиция. А первая позиция музы – это будет просто такой тип воздействия и такой тип вдохновения и зажигания других или себя, в котором она… Ну, вот это и известно про муза… В котором она ничего не говорит, в котором она просто есть в этом процессе. В котором она полностью убеждена, что это так есть, или она убеждает кого-то другого. Ну, то есть, характерный показатель именно для определения, если женщина является музой или не музой, или там мужчина, в том, что когда музе приходит какое-то вдохновение, какая-то идея, и она это там себе высказывает, или она это высказывает другому, то на первом уровне она в этом абсолютно не сомневается. Ей кажется, что вот эта вот мысль, которая ей пришла – это некая абсолютная реальность, это некое гениальное решение. И поэтому вот свойственно, когда, например, муза дают, ну вот, там, последние десять лет или больше их стали использовать даже как бизнес-консультантов, и когда муза как бизнес-консультант вот на первом уровне дает какую-то идею, то это выглядит так, что вот это и есть совершенное решение. Что не она сама не сомневается, не тот, кто ее слушает, тоже в этом не сомневается, потому что она так вдохновляет и так впечатляет, что у человека, слушающего, происходит затмение критического восприятия, и он полностью в это верит. Ну смотри, муза, она своего рода, как и воин, дает направление. Просто воин дает направление очень узкое и четкое, но и муза тоже, вдохновляя на что-то конкретное, она таким образом определяет это течение. Мы течем сюда, мы движемся сюда. Наша цель, наши желания, мечта, результат, он вот такой. И мы будем туда идти, просто это не прямое действие, как у воина, а танец. Но он тоже ведет туда, вот к этому результату. Согласна с тем, что должна была быть вот эта некая первая позиция, я бы, правда, ее назвала не первой позиции, а вообще исходной. Изначально. Но она связана. Потому что это природа муза. Да, но она еще может быть. И она может быть неосознанна. Да, с момента, если этой позиции нет, то муза еще как бы не прошла свое становление. Потому что это в момент, потому что есть тоже еще много муз, которые не верят в себя. И тогда у них это и первая позиция не получается. А вот когда муза уже так может, что она, что ли, полностью убеждена вот в этом, в этом потоке, в том, что это приходит ей какое-то настроение, идея, и ее начинает нести в этом, и она должна полностью этому поддаться, то только с вот этого муза и начинается. Вот это вот включает эту энергию. Но для того, чтобы эта энергия, ну, графически можно сказать, что не текла просто по плоскости, а чтобы она начала структурировать вверх, то когда вот ее понесло в этом творческом порыве, то уже на следующем высшем уровне она, видимо, должна себе сказать, что вот я за это не несу ответственности. В том смысле, чтобы осознавать в том, что она может что-то видеть неправильное. Там очень много аспектов. Принимая сразу позицию ответственности, теряется очень большое количество энергии, которую муза способна поднять, она сразу оседает, потому что ответственность всегда приземление, да, это материализация в чем бы то ни было. Даже если человек ответственность не на каменоломнику будет отрабатывать, да, просто внутри себя, если вы думаете об этом, будет помнить об этом. Поэтому это некое безответственное отношение, это и есть это совершенствование вообще с разными количествами энергии, с разными типами влияния, с разными видами этого танца, с оттачиванием этого танца. Я танцую, а как это на вас подействует, на что это вас вдохновит, куда вы придете, придете ли вы туда, куда я вам показываю, куда-то в другое место. Это в тот момент для нее не важно. А следующая позиция, это уже, потому что позиция там, где я не несу ответственности, а это ваш процесс, это еще некое разделение. Вот есть я, вот есть вы, вот я вам танцую, а дальше ваше дело. То когда она начинает брать ответственность, то это и есть это стирание границы между музой и тем, кого она вдохновляет, и тем делом, куда, и тем направлением. И она начинает проживать это все как один цельный процесс, и в сущности нет никого, кого она вдохновляет, она себя вдохновляет, свой мир, что он станет таким. Даже если результат будет у какого-то бизнесмена, он ее как бы не касается. Хотя вопрос, если она будет таким заниматься на этой стадии, может быть и не будет. Да, но тут можно вспомнить и то, как в прошлом часто воспринимали вот этих женщин муз, они часто являлись вот самыми совершенными этими мастерами иллюзии, которые совершали, вот как создавали некую иллюзию, и благодаря этому возникало некое творческое дальше развитие. Но эта иллюзия, она на этом первом уровне выглядит тоже как некий самообман. Получается, что музе нужно сначала войти для того, чтобы этот обман, вот эта иллюзия, которую она создает, была особо красочной. И даже, чтобы было максимально реалистично, что ей нужно самой в это уверовать, в этот процесс. То есть она должна сначала полностью не сомневаться в том, что это... То есть она должна сама уверовать в том, что этот обман, эта иллюзия, правда. И вот на первом уровне она в этом не сомневается. На первом уровне она полностью уверена в том, что, ну вот то, что я сейчас... Сделаю эту иллюзию, которую создаю, этот обман – это правда, а не обман. Это дает возможность созданию вот этого обмана. А потом вот этот вот подъем этого в вертикаль происходит через то, что муза... Ну, видимо, и это нужно, особенно если мы рассматриваем какие-то там бизнес-проекты или какие-то такие вещи, что даже если муза придумывает какую-то идею очень несовершенную и очень интересную, но если эта идея, вот просто как иллюзия придуманная, не найдет какой-то связи с реальной жизнью, реальным миром, ее не получится воплотить, ее не получится материализовать. Поэтому на втором уровне для того, чтобы связать вот эту придуманную идею, эту пока еще иллюзию с настоящей реальностью, она как бы тормозит вот этот вот поток движения по плоскости, вот это вот несение этой иллюзии, говоря себе и тому, кого она вдохновляет, кому она передает эту идею, что она не несет ответственности за это, и чтобы люди помнили и воспринимали, что это иллюзия, это еще не настоящая реальность, что это может быть еще обман. И то, что они начинают в этом сомневаться, в этом начинается процесс связи и поиска контакта между этой иллюзией и настоящей реальностью, и как это встроить в настоящую реальность, и как ее в настоящую реальность закомпоновать. И потом, когда муза, может быть, она это как-то говорит, а может быть, она внутри себя, ну или прежде всего это внутри нее такой процесс, все-таки принятие какой-то очень глубокой ответственности за это, как действие по, в том числе, влиянию на реальность, на изменение реальности через вот эти сны, через вот эти фантазии, иллюзии, которые она привносит. То есть принятие ей вот этой вот ответственности за воздействие этой иллюзии на реальность, и как эта иллюзия, как этот сон будет формироваться в реальности. И это, возможно, приводит к некоему возможности уже с полной состыковки вот этой мечты или этого воображения в функционирующую реальность. Да, я согласна. Очень интересно, что дальше. Понятно, что последний этап. Остановиться можно на любом, и в любом нужно провести много лет для того, чтобы как-то себя исследовать в этой позиции, наблюдать, чтобы сделать какие-то выводы, потому что никто ничего не может сказать о том, что, ну, можно сказать несколько таких слов, можно много об этом сказать, но в сущности, если муза этого не поняла, если она эти пассы не опробовала энергетически, если она не увидела, как эта иллюзия рождается в ней, как она её передаёт, и как эта иллюзия там начинает жить своей жизнью. Я думаю, что последний шаг, он будет о чём-то таком, о том, что в сущности есть принцип жизни, который есть иллюзия и реальность, и это одно и то же. И здесь принятие ответственности – это не глубокое согласие с тем, что это может быть реально, а может быть иллюзия. И нет повода не для печали, не для замирания музы, потому что если её природа – это творить, как Солнце, которое творит энергию, и этот свет распространяется и освещает разные уголки планетарной системы, а там такая жизнь, такая и такая. Да, да, согласен. В этом разрезе это абсолютно в этом. Но существует некая, ну, можно её назвать, такая мистическая статистика, не помню, она не является там абсолютно полной, но какое-то количество наблюдений за большим количеством таких людей уже было произведено, и часто это тоже… Ну, конечно, они же сшибаются в ответ. Да, часто это связано тоже и с некими возрастными программами, которые проходят у музы, потому что от наблюдений данных, что в первое время жизни, до некого возраста, вот эта вот муза, которая начала себя раскрывать на первом уровне, то сначала она совершенно… Когда у неё получился этот поток и вот это вдохновение, то она некоторое время совершенно не сомневается в себе, и ей кажется, как здорово вот это зажигать других людей, зажигать какие-то новые возможности, создавать. Потом проходит какое-то время, у какой-то музы это короткое время, у какой-то значительно дольше, и она начинает сталкиваться с моментом ответственности. Когда вдруг она видит, что многое из того, что она сама хотела реализовать, и что ей казалось, что это идёт, вдруг не получилось реализовать, и когда к ней возвращаются люди, которых она вдохновила, и которые в это уверили, и у них тоже это не получилось, и они очень сильно разочаровались. И через это часто это приходит к тому, что в каком-то вот возрасте многие музы проходят некий очень критический период очень сильного разочарования в себе и вот этой энергии. И даже это проходит так, что часть из этих муз настолько… Отказываются. Они настолько разочарованы в том, что те иллюзии, которые, как им казалось, фантастические возможности реальности, не реализовались, и что это оказалось только как такие волшебные сны, которые ей снились, что она не знает, как найти дальшие силы, следующие на… А у музыки дальше нет никакой силы. А у музыки, которая остается внутри музы, нет дальше. Вот именно поэтому вот в какой-то момент муза, когда она начинает говорить то, что она не несет ответственности за вот эти сны, которые она создает и передает, это ей помогает из этого кризиса выйти на следующий уровень. Но, подожди, это спираль. Ну, это не какие-нибудь уровни, это спираль, и это вот такое вот окружение, потому что, да, мантра о том, что я не несу за это ответственности, является ну просто неким вспомогательным материалом для того, чтобы подняться туда, куда я себя опустила, мантрой об ответственности, о том, что я ответственна. Наверное, это можно видеть так, что вот эти разные типы социализации, что их тоже можно рассмотреть по тонким телам, и муза будет как раз существо высших тонких тел. Музыка минимально материализованное существо. И то, что она делает, тоже минимально. Потому что то, что делает хозяйка, это абсолютная материализация. хозяйка, это уже плотное физическое тело, физическая реальность, да. Да, или воин, который прошибает, да, и он создаёт эти связи с одного разных частей мира, которые не связаны, и простраивает систему связей. Это на этом понимание. И естественно, что тот, кто находится на высших уровнях, чтобы стать целыми, движется на более низшие, более плотные. А тот, кто находится на плотных, движется туда, к этим неким эфемерным, иллюзорным, неосязаемым уровнем. Поэтому, конечно, эта позиция «я ответственна, я принимаю ответственность за всё». Это единственный способ спуститься с небес на землю для музла и понять вообще, какой этот мир весь. Потому что иначе она только его видит вот так вот сверху, с этих эфирных позиций, с зачастую достаточно глобальных позиций, но и не простроено глобально. Вообще некое абстрактное. Я думаю, что муза — это очень абстрактное существо. И когда они начинают формулировать что-то конкретное, это является их естественным самостимулированием. Потому что им кажется, вот они нашли где-то абстрактное, переходят в конкретное. И что если что-то подумать о чём-то конкретном или вдохновить кого-то на что-то конкретное, то тогда соединятся вот эти две позиции, а конкретное для неё это непонятно. Да, особенно первое время или первые годы, потому что даже по этим наблюдениям считается, что муза говорить то, что она несёт ответственность, может привезти через 10 лет, только через 10 лет после того, как она начала, ну, так это, в шутку говоря, нузить. Или как, ну, вот эту энергию проявлять. Потому что если бы она начала сразу же, то есть даже знала бы, она бы не смогла бы раскрыть эту творческую энергию. Она даже через год не в состоянии это начать говорить. Поэтому сначала 10 лет она просто музит, прежде чем в итоге, а может быть и через 20 лет, она приходит к осознанию того, что многие вещи не получаются, идут какие-то вот эти удары, а часть людей её не поняли и были уверены в том, что то, что она там им передаёт или говорит, что это стопроцентная правда, и вот так точно должно получиться, и так точно реализуется. И сама она была часто так уверена во многих вещах, что ей казалось, что да, именно так это и будет, и так это реализуется. И когда накопилось много ошибок, неких неточных попаданий, неполучаний, то она уже для того, чтобы в том числе и уберечь себя от конфликтов с другими людьми, и от конфликтов с собой, начинает смягчать. Вот это вот говоря тем, что да, вот она дала своё видение, или придумала какое-то, но она не несёт ответственности за этим, потому что это может быть и не так, это может и не получиться, чтобы люди немножко осознавали в этом. И потом проходит ещё, может быть, 10 лет, ну или неизвестно сколько, сколько лет, прежде чем в ней вот эта вот возникает, эта следующая позиция, и когда вот она одновременно ещё начинает понимать, что в действительности она хоть и говорит другим людям, что она не несёт ответственности за то, что она на музею, но в действительности она несёт абсолютную ответственность за каждое слово, которое сказала этим людям. И она просто, это переход на новый уровень, и она просто начинает вот эти свои мистерии, эти основные эти воображения, теперь создавать уже со стопроцентной ответственностью за то, что поэтому это уже идёт к такому совершенству, когда уже на этом уровне часто действительно эти творения музы являются стопроцентным попаданием, в которых уже почти нет ошибки. Да, кроме того, ещё мы можем говорить о разных формах воплощения.